Классные встречи, так называется, один из проектов российского движения школьников. Суть в том, чтобы ученики познакомились с известными учеными, политиками, спортсменами, режиссерами, музыкантами. Иными словами, успешными людьми. В этот раз учениками 17-й и 37-й чебоксарских школ общалась участница Олимпийских игр Татьяна Акимова. После встречи стулованная спортсменка открыла соревнования по воркауту. У нас была с первого класса секция, и я просто еще в первом классе всех мальчиков выигрывала, поэтому мне хотелось заниматься. Как занятия спортом повлияли на учебу? Хотелось ли когда-либо бросить биатлон? Что лучше, быстро бегать или хорошо стрелять? Вопросов к минито и биатлонистке у школьников было много. Наверное, лучше тому, кто быстро бежит, поскольку тот, кто быстро бежит, у него еще есть возможность научиться хорошо стрелять. А тот, кто бежит немножко послабее, то уже тяжело себя физически натренировать. После беседы автограф-сессия и открытие первенства военно-патриотического клуба «Орлята-37» по воркауту. В соревнованиях участвовали 14 команд. Многие спортсмены, воспитанники Ивана Остраумова. Он ведет секцию в 37-й школе. Ну, все началось с того, что я занимался самбо, и как-то мне тренер сказал выполнить определенный элемент на перекладине. Он у меня не получался. И вот после этого я начал самбо ходить и заниматься. В этот раз соревновались по таким направлениям, как фристайл и отжимания на перекладине. Участники утверждают, эти занятия не только укрепляют тело, но и тренируют стрессоустойчивость. Ну, допустим, если ты получил два, либо ты не сдал пробник, ты пошел и выплеснул весь адреналин, который накопился, то же самое и на турнике. В отличие от своих соперников, девятиклассник Алексей из 40-й школы занимается самостоятельно по видео из интернета. Боркаут – это спорт для тех, кто готов самостоятельно развиваться без чьей-либо поддержки. Поэтому я либо один, либо с друзьями выхожу. Это самый доступный спорт. В итоге места распределились следующим образом. Первыми в общекомандном зачете стали ученики 40-й школы. На втором месте школа номер 17, на третьем номер 37. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.